Дорогие друзья, мы продолжаем цикл встреч с интересными людьми. И сегодня у нас в гостях Игорь Владимирович Уточников. Он основатель, руководитель и преподаватель частного учреждения дополнительного образования детей, который называется «Школа информатики Вектор Плюс Плюс». Мы с ним знаем давно друг друга, поэтому общаться нам будет легко и просто. А первый вопрос вот такой. Когда образовался, где сейчас располагается и чем конкретно занимается Вектор Плюс Плюс? Ну, если официально посмотреть на наши свидетельства о рождении, то вот буквально меньше месяца осталось до нашего 15-летия. Ну, понятно, что мы к этому дню рождения готовились задолго. Ну, и наш профессиональный путь уже включает себя, наверное, на более 20 лет. Это здорово, да. Сейчас мы, да и с самого начала, мы располагаемся на улице Юности, дом 5, корпус 2, строение 1. Это здание станции юных техников. В свое время они нас любезно пустили работать, и мы придерживаемся наших договоренностей и безмерно им благодарны. Вот это пешеходная улица, красная вставка между домами 5, 2 и 5, 3. Это здание станции юных техников. Вот там располагается Вектор Плюс Плюс. Совершенно верно. А вот чем конкретно занимается Ваше учреждение, вот более подробно? Ну, если еще раз озвучить наше название – школа информатики, то изначально мы задумывались как школа для программистов. Точно так же, как есть школа музыкальная школа, художественная школа. Вот мы сделали школу информатики. Три кита, на которых стоит школа – это информатика, математика и иностранные языки, английские. Это вот те три кита, на которых мы строим свою систему обучения. Вот здесь Игорь Владимирович предварил мой следующий вопрос. В чем отличие Вашей организации от других внешкольных учреждений? То есть Ваш статус похож на статус таких учреждений, как музыкальная школа, художественная школа. Вот именно дополнительное образование. Да, совершенно верно, потому что есть некая массовая школа, это средняя общевразовательная школа, где происходит обучение в основное дневное время. И после этой школы к нам приходят дети уже получать некую специализацию будущую. будущую профессию, если у кого-то уже сформирован этот взгляд на свою будущую профессию, если у кого-то этого взгляда еще нет, мы формируем этот интерес и нацеливаем ребят на профессию программиста и других IT-специальностей. У Вас очень актуальное направление, это действительно. А вот в нашем городе, в Сарове, вот такого профиля организаций, которые по этому направлению обучают детей, сколько? Или Вы единственные? Ну, я думаю, что еще есть ряд организаций, просто у них немножко другая направленность. Я не склонен критиковать, либо как-то в этом направлении, на самом деле, все, что делается для детей, это только им на пользу. Поэтому есть еще организации, мы их рассматриваем внимательно и всегда смотрим на то, что можно улучшить у себя. Если мне не изменяет память, в школе информатики изучают с 7 класса, по-моему. А Вы какого возраста детей к себе привлекаете? Каких лет? Ну, спектр возрастных групп у нас начинается с детского сада, дошкольный возраст берем. Ну, понятно, что язык С++ для 4-летних детей мы не преподаем, хотя были такие заявки. Ну, начиная с дошкольного возраста, потом начальное обучение, среднее и старшее школы. Если посмотреть, где, в какой момент начинается вот такое уже серьезное, ну, в кавычках я говорю, серьезное обучение, это, как правило, начиная с 7 класса и старше. До этого возраста есть некая подготовка, в нее включает, в эту подготовку включает себя начальная робототехника, начальное алгоритмирование. И мы отдаем дань моде, уже несколько лет ввели такое обучение, такому популярному языку питон, ну, и потом идет более серьезное обучение, это язык С++, плюс, на котором строится все дальнейшее обучение и будущих программистов, инженеров-программистов и в университете. Ну, закладываем мы, конечно же, в этом возрасте. А вот у вас есть какой-то конкурс, вы всех берете, всех желающих, или отбор какой-то производится? Не обязательно отличников берете? Ну, мы берем всех, так или иначе, дети в этом возрасте, это некий чистый лист бумаги, и их интересы предугадать невозможно, поэтому мы хвалим тех родителей, которые, ну, так или иначе, дают возможность своим детям проявить себя в разных областях знаний человеческих, и в том числе вот и в программировании, поэтому те детишки, которые заинтересовались, они у нас остаются надолго, ну, и из них уже вырастают уже такие серьезные специалисты, которые потом пополняют ряды наших кадров, в том числе и для нашего города. А мне самому стало интересно, вот через вас в течение учебного года, не надо с точностью до человека, сколько примерно проходит детей, подростков в течение учебного года? Ну, у нас такая статистика, конечно же, ведется, это число год от года колеблется, ну, вот примерно количество детей разных возрастных групп, это в совокупности где-то 350, ну, иногда мы переваливаем отметку 400-450, вот до пандемии это было 500 плюс детей, мы не хотели на этом останавливаться, но вот коронавирус нас немножечко остановил. Он всех, наверное, скорректировал. Спасибо. Игорь Владимирович, а вот какие достижения у парней и девчонок, занимающихся в векторе плюс-плюс, вот какими достижениями, успехами, дипломами, первыми местами можно похвалиться? Я традиционно говорю фразу «успехи нашей школы» – это успехи наших учеников, и мы гордимся такими вот достижениями, которые на самом деле начинаются с самых маленьких шагов, начиная от микросоревнований внутри нашей школы. Ну, и мы постепенно выводим интересных, ну, талантливых учеников на ополосной уровень, российский уровень, ну, и с какого-то момента нам удалось получать признание в различных международных конкурсах, такие, которые проходили и в Японии, и в Индонезии, и в Америке. Мы имеем награды как призовые, так и первые места в таких конкурсах. Ну, опять же, российские соревнования мы практически все объездили, ну, опять же, коронавирус нас немножечко в этом деле остановил. Сейчас мы выжидаем паузу, чтобы обстановка немножечко стала, ну, благоприятнее. А вот интересно, Япония, Индонезия, США, дети, когда туда выезжают за границу, их сопровождают педагоги Вектора Плюс Плюс и родители. Как это вот? Наша принципиальная позиция, если мы едем на любой вид соревнований, мы просим родителей, как говорится, оторвать своего ребенка от юбки, чтобы он ехал под руководством педагога. Вот, и тем самым это приобретается дополнительная самостоятельность у ребенка. Вот, прекрасно. Я думаю, что не все наши горожане знают об этих достижениях. Ну, достижения все равно, как водится, на виду. Возможно, кто-то о них и не слышал, но теперь вот узнает. Тысячи граждан вообще как бы оторваны от этой реальности. И, наверное, не обязательно знать изнанку творчества, не обязательно знать прозу жизни. Тем не менее, есть у вас какие-то проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в процессе обучения детей, которые люди не видят, не знают? Озвучьте их. Какие есть проблемы у частного образовательного учреждения? Проблемы такие же, как, наверное, у каждой организации. Ну, а у нас определенная своя специфика. Ну, вот я, наверное, созвучу самую главную проблему. Это в какой-то, наверное, момент времени, когда произошел развал Советского Союза, какой-то, либо выпустили закон, где образование, наверное, приравняли к потребительским услугам. И получается, что вот некий такой вот этот оттенок этого потребления, оно вот на нас всегда накладывает. Хотя образование, медицина и другие вот сферы, а культура, значимые сферы жизни общества, они все-таки не должны попадать вот в этот разряд потребительских услуг. То есть я вот отмечаю самую главную эту проблему. Ну, и все остальное, наверное, это даже не проблемы, это чисто решаемые. А вот действительно, вот ваше учреждение – это наглядный пример социального предпринимательства. Здесь вот кто-нибудь помогает решать другие текущие проблемы, преодолевать все трудности, или вы справляетесь с ними в одиночку? Действительно, социальное партнерство, оно на слуху, это модный термин сейчас. Я согласен, мы даже состоим в реестре социальных предпринимателей. Но, опять же, еще раз хочу сказать слова благодарности станции юных техников, которая нас так или иначе услышала и поняла, что мы можем вести свою деятельность в ее здание. И вот мы, я думаю, еще долгие годы будем оставаться в содружести. Ну, а также нас поддерживали в свое время, поддержало и вот руководство технопарка Саров, где мы провели достаточно большое количество мероприятий, и становились резидентами технопарка, где мы в свое время, на самом деле, инициировали ряд проектов. Один из них уже всем хорошо известен – это детский технопарк «Кванториум». Это мы были инициаторами создания этого проекта. Ну и свой проект потихоньку развиваем, который зародился вот на территории технопарка. Это проект образовательной робототехники. Мы сейчас делаем некую мелкую партию, мелкую серию наших роботов. Достаточно интересный проект. И вот технопарк «Косаров» в свое время повлиял на становление этого проекта. Ну и хочется отметить, опять же, слова благодарности и руководству, и администрации города, и тем всем добрым людям, благодаря которым мы живем и развиваемся. А вот еще такой вопрос. Вся территория нашего города включена как бы в территорию, опережающую социально-экономическое развитие, сокращенно ТОССР. Вот не думали насчет того, чтобы стать резидентом ТОССР? Там ведь какие-никакие льготы все равно имеются. Ну, я, наверное, может быть, далек пока вот от такого обсуждения, ну, в силу своей занятости. Наверное, вот сейчас ваше предложение, да, мы попробуем почитать законодательство. Хорошо. Ну, конечно, мы никак не обойдемся без традиционного вопроса. Игорь Владимирович, планы на ближайшую перспективу какие у вас? Ну, планы самые ближайшие – это закончить учебный год, начать летние каникулы, в которых у нас запланированы сейчас три летние смены для саровских детей. Кстати, где они проходят? Ну, опять же, в силу обстоятельств мы пока перешли в городском режиме, то есть город Саров. Я думаю, через год-два мы снова вернемся вот на территорию технопарка Саров, будем проводить свои каникулы там. Ну, опять же, ряд других, более далеких планов – это развитие дистанционного обучения, как, казалось бы, мы его все не совсем любим, но жизнь показывает, что дистанционное обучение для нас является сейчас особо важным. Это, опять же, это связано с другой проблемой, это проблема педагогических кадров, то есть количество педагогов почему-то не увеличивается. Ну, и вот запросы учеников, причем из разных городов, они к нам поступают. Мы стараемся поддержать таких детей. А теперь вопрос о мечтах на далекую перспективу. Вот, что бы вам хотелось для полного счастья в вашей сфере деятельности? Счастье, оно такое абстрактное и одномоментное. В данном случае мы счастливы, и сейчас счастливы, но я думаю, что будем счастливы, когда у нас осуществятся такие вот, мне кажется, несбыточные мечты. Это постройка своего здания, ну, есть еще несколько таких грандиозных мечт, это запустить собственный спутник на околоземную орбиту. Причем, я думаю, что это свершится, наверное, быстрее, чем построить здание. Хотя есть и земное, вот некое счастье, и такое вот космическое. А что это реально, запустить свой спутник? Это реально. Есть определенные программы космического образования, в том числе и для студентов, и для детей. И у нас есть уже одобрение Роскосмоса по запуску этого спутника. Единственное, опять же, с чем мы столкнулись, это пока не нашли финансирование такого спутника. Хотя в планах развития это записано. Это здорово. Ну, мы, опять же, в своей работе, когда настраиваем детей на какие-то достижения, свои личные ребенка, мы всегда их тоже настраиваем на более такие амбициозные планы для того, чтобы, как говорится, чтобы попасть в Луну, надо замахнуться, ну, как минимум на Марс. То есть, то же самое мы здесь тоже смотрим в космос точно так же, как... Игорь Владимирович, не зря. Мы пригласили вас в нашу студию, не зря. Вот об этих вещах, ну, достаточно фантастических. Я вам слушаю. Ну, это не фантастика. Я просто знаю многих людей, которые уже осуществили такие, построили свои школы и запустили спутники. Поэтому я просто повторяю чей-то путь. Игорь Владимирович, вот пользуясь эфиром, что бы вы хотели еще сказать нашим зрителям и слушателям, что мы с вами не осветили в нашем разговоре? Может быть, что-то забыли? Какую-то информацию? Ну, я думаю, что разговор может достаточно быть еще более длинным. Но в рамках нашей телепередачи, я думаю, что основные аспекты мы осветили. Но хочется вот сказать вот в плане того, что является вот успехом обучения в этом деле. В этом деле всегда я говорю, что влияют три фактора. Это работа учителя, работа ученика и, опять же, вовлеченность в учебную жизнь самого родителя. В этом случае вот эти три фактора, они потом дают большой результат. И когда, допустим, опять же, потребительские относятся, ну, я не говорю, что, ну, бывают такие родители, то есть самоустраняются от обучения, от воспитания ребенка, то в этом случае понятно, что результат не тот, который ожидаем. А вот у меня еще один вопрос. Вы наверняка отслеживаете дальнейший путь своих выпускников. Два-три примера. Кто-то из них поступил, в какие вузы, пошел ли по этой стезе, по которой вы его как бы тренировали, обучали. Есть такие примеры? В какие вузы поступают ваши? Ну, традиционный круг вузов – это городов Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань. Ну, в основном, понятно, что Нижний Новгород, Москва. Ну, сейчас вот большое количество выпускников почему-то выбирает Санкт-Петербург. Ну, это все университеты, в которых есть именно IT-специализации. Бывает, что специализация, она… Ну, в дипломе не пишут программисты, там пишут прикладная математика специальности, либо есть такие новые слова мехатроника, ну, софт-инженеры, ну, что-то такое вот. И факультеты по названию ВМК, они превалируют в поступлении. Ну, опять же, есть такие монстры, как в Санкт-Петербурге это ИТМО. Есть такие примеры. То есть, наши, Саровские, здесь поступают в такие престижные вузы. Да. Набравшие знания в том числе и у вас. И в том числе и у нас. Ну, опять же, мы отдаем должное всем учителям, которые работали с этими учениками. Да. Я считаю, что это труд многих поколений учителей. Опять же, мы их ориентируем не только на выбор вуза, но и чтобы они заглядывали намного дальше, заглядывали в свою профессию. То есть, что же им хотелось бы, куда они все-таки будут, где они будут работать. То есть, опять же, ряд, большой ряд учеников поступает в университеты, которые работают в системе Росатома. Ну, и понятно, что возвращаются вот в, и в том числе и в ВНЕФ, и работают в организациях Росатома. Очень интересно. Да. И, опять же, есть ряд крупных IT-компаний. Могу гордиться, что вот я могу ошибаться, но мне сообщили одна из моих учениц, Светлана Матвеева, работая в Гугле. Хорошо. 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 Ну, вот на такой хорошей ноте мы можем заканчивать. И я надеюсь, я надеюсь, что наши зрители сегодня узнали нечто новое. Узнали, что есть в нашем городе такая замечательная организация, которая занимается образованием и развитием детей. Занимается не по принуждению, а по велению сердца. Поэтому желаю Игорю Владимировичу вам и всем причастным к судьбе Вектора Плюс Плюс здоровья, счастья и успехов. Спасибо огромное. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok